Добрый день, друзья! Я бы очень хотел, чтобы вы досмотрели это видео до конца, потому что мы будем рассматривать очень важную тему. Но сначала вот о чем. Кто давно смотрит мой канал, тот помнит, что ранее у меня был когда-то проект под названием «Крыса Майдана». Героями моих видео тогда были Таня Черновол, Антон Герасченко, Зорин Шкиряк, Пашинский и многие-многие другие. Я тогда выпустил более 20 видео на эту тему. И вот понимаете, друзья, я все больше и больше начинаю ловить себя на мысли, что пора открывать новый проект под названием... Да, вот название я, к сожалению, честно говоря, еще не придумал. Понимаете, я когда смотрю на поведение некоторых членов команды Владимира Зеленского, мне хочется назвать мой проект «Дебилоиды» или «Слуги народа». Я прекрасно понимаю, что ничего идеального не бывает. Но если вы знаете, что у вас в команде есть недалекие люди, ну не допускайте их к журналистам, а то ведь потом позору не оберешься. Но только совсем недавно я выпустил видео под названием «Новый казак, говорю, к команде Владимира Зеленского» про народного депутата от партии «Слуги народа» Николая Тищенко, как он снова успел отличиться. Сначала он в понедельник явился на акцию предпринимателей, которая проводилась под офисом президента. Затеял там разборки с пожилой женщиной. Затем предложил ей дать определение слову «офшоры» и поставил условие. Если она правильно ответит, он возьмет ее на работу помощницей народного депутата. А когда она начала отвечать, быстренько начал от нее убегать. И вот вчера он опять отличился. Вы только послушайте, что он отвечает на вопрос журналистов о формуле Штайнмайра. Я порівнюю сьогодні Україну, нашу, рідну нашу Україну, что нам побудували наши попередники, с насосом. Декуди не возьмешь, возьмешь, что не берешь, все, что не працюет. Візьмешь, возьмешь, берешь. Короче, Коля, что не интервью, то ты таке вткнешь, что хоть си, хоть падай. Ну, если честно говорить, то я еще не слышал, чтобы кто-то в Украину сравнивал с насосом. Вот после таких заявлений я в своих видео, теперь на народного депутата Николая Тищенко, буду говорить, Коля, насос. Извини, Коля, слово не воробей. Вылетит, не поймаешь. Берешь на приклад, берешь, я про формулу уже сказал. Это, так, разведение, разведение, потом, самое главное, что нужно понимать, только под наблюдением ОБСЕ и только за законами Украины. Это крапка. Ну, как вам объяснение формулы Штенмайера? Это же просто какие-то вырванные слова из контекста. Ну, я, блин, не понимаю одного. Ну, ведь это народный депутат Украины. Ну, что им руководство фракции не может дать домашнее задание, четко разобраться и понимать, что такое формула Штенмайера? Ты же, идя к журналистам, должен понимать, что это первое, что тебя спросят. То вы берете, например, игрушку, ляльку, берете ляльку. Вот берете ляльку, например, надувну ляльку выберете. Вы знаете, как с нею впоратися? Нет. Нет, я вам взагалі говорю, ось ляльку выберете. И вот, чтобы знать, как, чем там, не знаю, ну, машину. Купуйте машину. Вы знаете, как с ней, ось, впоратись, вам нужна инструкция. Вот я себе понимаю. Я вот, честно говоря, тут немного не понял. Он не знает, как пользоваться надувной игрушкой? Коля, ты в свои годы не знаешь, как пользоваться надувной игрушкой? А может, он под надувной игрушкой подразумевал надувную женщину? И он просто вспомнил, когда она впервые попала к нему в руки. То он долго думал, а как ею пользоваться? Эх, Коля, Коля, лучше ты бы молчал, чем говорил. Ну, а теперь несколько слов о формуле Штанмайера. Я вчера прочитал в украинских СМИ, что 60% украинцев вообще не понимают, о чем идет речь. Поэтому я коротко попытаюсь вам объяснить. В первую очередь нужно понять, что это еще не документ. Эта формула говорит вот о чем. Вся эта история началась еще в 2015 году. И началась она именно с подачи Петра Порошенко. Вот посмотрите на одно из его выступлений. Были окременно обговорены вопросы подготовки к выборам. И договорились сейчас продолжить на уровне экспертов, на уровне рабочих групп, работу по подготовке концепции выборчого законодательства, имплементации так званой формулы Штанмайера, куда мы видим позиции, которые должны быть складовыми при признании выборов такими, что произошли, что есть свободными. То есть, три года Порошенко топил за формулу Штанмайера. А теперь посмотрите, что он говорит сейчас. Формула Штанмайера не существует в природе. Это российская выгодка. Я уже, в принципе, не удивляюсь вранью Порошенко. Вот такие его выступления, как бальзам на душу, только парахоботам. Но об этом мы еще обязательно поговорим. А пока о самой формуле. Эта формула говорит только об одном. Тот пункт, который говорит о проведении децентрализации, пункт, который говорит о проведении выборов, в этих пунктах четко расписано, что в 22.00 по местному времени, после выборов, происходит изучение ОБСЕ, как прошли выборы. После того, как будет решение ОБСЕ, что выборы прошли правильно, и без нарушений, и, внимание, украинская сторона согласится с этим, тогда вступает в силу закон об особом статусе. И нужно понимать, что закон этот будет действовать на временной основе. Вот и вся формула Штайнмайера. То есть в 20.00 закон действует на временной основе. А затем, после ответа ОБСЕ, что выборы прошли правильно, Украина соглашается, что да, все нормально, тогда вступает в силу закон об особом статусе на постоянной основе. Почему сейчас по этой формуле возникает много вопросов? Потому что Зеленский сказал, что мы будем принимать этот новый закон, который будет обсуждаться и в Верховной Раде, и с общественностью. Поэтому основные проблемы, которые озвучиваются, что на Донбассе будет народная милиция, что там будет свой прокурор, который согласовывается с местной властью и так далее. Также будет предусмотрена амнистия. То есть там предусмотрено, с чем сейчас не соглашаются парахоботы. Но я лично считаю, в чем сейчас нужно поддержать Зеленского. Он обещал движение в сторону мира, и он его делает. Вся европейская общественность и тот же президент США Дональд Трамп сказали, «Идите, садитесь и начинайте договариваться». Поэтому это первый этап, который говорит, что нужно садиться за стол переговоров и нужно принимать решения. Формула как таковая с нашей стороны уже подписана. Теперь нужно понимать, чего добивается Путин. Он добивался трех пунктов. Первое. Разведение войск. Второе. Подписание трехсторонней группы в Минске формулы Штанмайера. И третье. Четкое понимание того документа, который будет подписан нормандской четверкой. То есть Путин хочет знать заранее, что будет написано в этом документе. Поэтому один вопрос решен. Это подписано формулой Штанмайера. Украинской стороной имеется в виду. Теперь внимательно слушайте. Дальше. 7 октября. Мы должны произвести разведение войск. Зеленский настаивает на встрече в нормандском формате до 15 октября. Почему? Потому что с 17 октября назначена встреча проведения с трехсторонней группы в Минске. И он хочет до проведения трехсторонней группы в Минске получить документ, над которым можно будет уже работать. Но российская сторона настаивает на второй половине октября. Потому что якобы сам документ еще сыроват и его нужно еще доработать. А по сути они опасаются того, что 7 октября не будет произведено разведение войск. Я хочу, чтобы вы поняли. Если президенты четырех стран подпишут документ, то каждый из них будет нести свою долю ответственности за принятое решение. Смотрите. Если Путин подпишет этот документ, то он должен отвечать, что там не будет войск Российской Федерации. То есть речь идет о том, что там вообще не должно быть военных. А если они там и будут, то выборы не состоятся. Этот документ дает возможность к мирному урегулированию, чего так не хотят парохоботы. Но если кто-то мне сейчас скажет, что вот и Юлия Тимошенко выступает против формулы Штанмайера, так ответ простой. Они преследуют только одну цель – защита своих политических интересов. Да, и вот я что забыл еще сказать. Выборы будут проводиться тогда, когда они будут подготовлены. И никто заранее дату этих выборов не определяет. Вы должны понять, какие процессы должны пройти перед выборами. Должны быть освобождены все заложники. Затем должен быть принят закон о недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые имели место в отдельных районах Донецкой и Луганской области. Должны быть созданы условия для возврата людей на местах, где они раньше проживали. И только после этого могут проводиться выборы. Кто не заинтересован в этих процессах? Парах работы всех мастей, а также те, для кого война – мать родна. Они понимают, что не будет войны, то им придется идти на работу, образно говоря, к станку. А они ведь этого очень не хотят. И нужно понять, что руководство ЛНР и ДНР тоже заинтересовано в продолжении военных действий. Они хотят оставить за собой возможность доить этот ДНР и ЛНР, как и власть Порошенко зарабатывала на войне. И нужно понять, что здесь пересекаются интересы очень многих людей. И Порошенко, и Авакова, и многих других, которые дурят простых людей. Но это, ребята, уже отдельная тема. И мы об этом обязательно поговорим. А на этом у меня сегодня все. Подписывайтесь на мой канал. Всем всего хорошего. До новых встреч. До новых встреч.